Добрый день! Добрый день, дорогие друзья! С вами компания Arbat Homes и я ее представитель Анастасия. Сегодня я не буду показывать вам недвижимость или рассказывать про какие-то квартиры или новые строящиеся объекты. Сегодня я вам покажу жизнь в Мерсине. А в каком мы районе оказались, угадайте, я даю вам подсказку. Это столица клубники. Ну, вы наверняка уже догадались, да. Мы находимся в Селивке. Район Селивке живет за счет сельского хозяйства. Здесь очень много таких маленьких домиков, да, к которым прилагаются большие участки земли, на которых выращиваются, как вы знаете, и клубника, и апельсины, лимоны, мандарины, груши, сливы, виноград. Вот все, что нужно, все самое вкусное и свежее, то, что вы покупаете на базарах у себя в районах. Ну что, и немножечко познакомимся, конечно же, с районом, проедемся по нему, посмотрим, что там есть интересного, какие красивые места есть в этом районе. Поехали! Кроме сельского хозяйства, в Селивке есть очень много красивых мест и различных достопримечательностей, о которых я вам сегодня и расскажу. Мы приехали как раз на замок в Селивке. Мы сейчас его посмотрим с воздуха, и я вам немножечко о нем расскажу. Замок сохранился до нашего времени, когда мы можем дотронуться до истории. Раньше у замка было 23 башни, от которых до нашего времени сохранилось только 10. Есть одна башня, на которую можно подняться, и это используется как смотровая площадка. В 17 столетии на территории крепости можно было насчитать примерно 60 жилищ для жителей цитадели, в те времена даже построили мечеть. Та крепость в Селивке, которую мы видим сейчас, это дело рук византийцев, которые использовали для строительства цитадели древнеримский Акрополь. Примерно с середины 15 века замок принадлежит туркам. В 20 минутах от района Селивке находится удивительно красивое и магическое место. Это достопримечательность пещеры рай и ад. Они находятся в 20 минут от Селивке, как я уже сказала, и в часе езды от центра Мерсина. Обязательно посетите это красивое место. Вход сюда стоит всего лишь 45 теле, но платите вы за пещеру ад, чтобы посмотреть эту панораму, которую мы вам сегодня с удовольствием покажем. Ну что, я не буду много говорить, вы просто наслаждайтесь красотой. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас мы приехали в центр Селивке. Население Селивке составляет 121 тысяча человек. Здесь сочетается как современная жизнь, так и есть район, такой старый город, старая Турция, такая, знаете, турецкий колорит. С одной стороны, здесь есть все доступные блага, скажем так, и торговые центры, и аптеки, почты и так далее. Ну все, что нужно для комфортного проживания. А с другой стороны протекает горная река Гексус, что переводится как небесная вода. Также в Селивке, как вы уже наверняка знаете, есть русскоговорящая школа, где преподают на русском языке. Вы можете туда отправить своих детей из любого района Мерсина, не важно, где вы живете. Ведь от каждой школы здесь у нас ездит специальный транспорт, который отвозит детей до школы и обратно до дома. Дорогие друзья, наше путешествие подходит к концу. Сегодня я хотела вам показать настоящую Турцию, хотя бы маленький ее кусочек. Но у вас всегда есть возможность приехать и увидеть это самостоятельно. Если вам понравилось видео, нажмите, пожалуйста, сердечко и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее интересное познавательное видео о жизни в Мерсине. С вами была компания Arbat Homes и я Анастасия. И это был Солнечный Мерсин, район Селивке. Всего доброго, пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова